Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, это игра Илонс, мы продолжаем, продолжаем путешествовать и искать новые ресурсы, возможности, крафтинг, всё что угодно в этой игре. Сегодня, сегодня я продолжу искать серу, в любом способе, но тут появился недавно на стриме, так сказать, мне показали один такой интересный способ добычи серы, точнее поиска пещер, если быть точнее. Поэтому мы сегодня этот способ затестим, но для начала нам нужно сделать очень интересную вещь. Что сделать? В первую очередь фонарик. Фонарик нужно сделать, я разобрался как его сделать, давайте это и сделаем. Для фонарика нам понадобится, по-моему, энергетический регулятор. В части Тесла-пуш-катушки это понятно, что это для какой-нибудь Тесла-пушки или что-нибудь в этом роде, но в общем вот здесь нужны медные провода. Так, теперь бы только вспомнить, где у меня медные провода лежат. Так, вот они, отлично, ну-ка, не хватит. Скорее всего нужно запустить систему, да, и сделать ещё медные провода. Давайте, наверное, я так и поступлю. Так, ребят, медные провода я скрафтил, заодно, ну, кое-что ещё скрафтил. Давайте мы и преобразователь энергии тоже сделаем, возможно, он откроет нам какие-то возможности. Вот, опять же, говорить, с самого начала я это говорил и сейчас буду говорить, потому что в этой игре... Говорить, в самом начале говорил, и сейчас я буду говорить. Господи, что я говорю, как говорится. Так вот, в этой игре всё, что вы открываете, это даёт какие-то новые возможности. И вот здесь вот самое такое, наверное, самое сложное разобраться, что даст новые возможности. И от незнания этого иногда стопорится какое-то производство, поэтому давайте мы сейчас сделаем эти предметы и посмотрим, что они нам дадут, какую они возможность нам дадут. Кстати, здесь, в принципе, тоже можно попробовать сделать катушку, может быть, она нам тоже даст какие-то возможности. Нам нужно железный... Так, вот это вот, раз, два, три, по-моему, так. А, пять даже, я бы сказал, да? А, x20 получается. Ну, давайте вот так вот сделаем сразу, но потом. Отвёртку и железные слитки. Железные слитки у меня должны где-то быть здесь, я заодно сейчас медные слитки фигачу. Давайте это всё тоже быстренько переставим. Отличненько, пошло производство. Так, нет, ну фонарик вот нет. Давайте мы его подвесим вот сюда вот. Вот, шикарно. Теперь он точно мне не будет мешаться. Теперь остаётся найти, где у меня железные слитки. Вот они, отлично, железные слитки есть и отвёртку. Так как я недавно тут раскладывал всё по сундукам. Здесь ещё, кстати, поставил один сундук и... Ну вот, видите, момент. До этого я полочку такую сделал, чтобы сундук можно было поставить. Но теперь я точно знаю, что полочка не нужна. Сундук на сундук можно ставить. Ну, в принципе, это и логично. Так, вот и смотрите. Энергический пульт у нас появился. Я не знаю, для чего он, но, скорее всего, для чего-то понадобится. Так, вакуумная трубка. Это я знаю. Я знаю, для чего это нужно будет. И вот, собственно говоря, фонарик. Нам нужно сырое стекло. Давайте возьмём сырое стекло. Жалко, нельзя одну штуку взять, да? То есть мы берём просто какое-то количество и непонятно сколько. Делаем фонарик, хотя одно из стекло и было. Так, давайте катушку сделаем. По крайней мере, посмотрим, а здесь что нужно? Энергетический регулятор. Давайте ещё запустим. Почему нет? Откроем все рецепты. И вот эта вот трубка, она нужна для производства какого-то устройства. А я вот не помню, какого. Так, энергетическая катушка. Давайте ещё сделаем раз-два энергетические катушки. Здесь у нас стекло нужно и регулятор. Регулятор, да, регулятор. Давайте ещё один регулятор закажем и стекло. Сейчас возьмём где-нибудь ещё. Только скажите, что мне стекла нету. Да ладно, серьёзно? У меня нету стекла? Вот я сейчас немножечко в шоке. Давайте закажем всё. Так. Баночка, баночка. Куда бы тебя скляночка деть-то? Ну давайте вот куда-нибудь сюда вот сложим. Кстати, здесь тоже материалы у меня какие-то лежат. Ох. На самом деле, система хранения, она здесь немножко сложноватая. То есть, нету каких-то больших сундуков, да? И нету никакой логистической системы. Ну, по крайней мере, на первый взгляд. На данном уровне развития, так скажем. Так вот. И кажется, что вот это всё складировать, да, все эти предметы, которые у нас есть, очень-очень сложно. Но их реально очень сложно складировать, где бы то ни было. Так, деревянный... Ну ладно, пускай здесь какие-то предметы лежат. Так, дальше. Это всё уже готово. Мы также фонарик сделали. И давайте вот это закажем. Кстати, по поводу фонарика. Вот сейчас как раз-таки ночь. Очень имбовая вещь. Смотрите, как светит. Видите, просто... Ну, давайте от первой лица. Просто нереально, как прожектор. То есть, светит далеко, светит мощно, но это не предел этого устройства. Есть ещё крутой момент этого устройства. То есть, видите, фонарик потрясающий. Минус этого устройства, во-первых, что он не горит днём, он горит только ночью, да, в определённые сумерки. И тогда, когда вы что-то поднимаете этим, ну, как бы держа в руках фонарик, то свет прекращается. Так вот. Благодаря этому фонарику мы можем сделать с вами... Вот. Надо в кузнице он делается. Каска шахтёра, ребят. Давайте запустим кузницу. Так, кстати, а что здесь? А, здесь ничего. И здесь мы уже можем сделать каску шахтёра. Она использует у нас фонарик, железные слитки и молоток. Это понятное дело. У меня, кстати, их два, надо один выкинуть. И мы, когда оденем эту касочку, у нас будет... У меня реально два молотка, что ли? А, у меня вот боевой молот, он... Да, боевой молот, он как обычный молот. Поэтому мы, наверное, выложим один молоток. Вот этот, к примеру. Вот. И эта каска у нас будет на голове одета, да, и гореть фонарик будет. Потрясающе, по-моему, офигенно. Давайте здесь пока что, ну, тоже что-нибудь произведём. И сейчас мы отправимся на поиски серы. Каким образом? А вся фишка в том, что... Как бы это вам сказать-то? Ну, есть нечестные способы. Я думаю, сейчас многие, возможно, на меня как-то расстроятся из-за этого. Потому что всё-таки, ну, читерные способы не все любят. И многие, как сказать, к ним очень плохо относятся. Я бы назвал это не то, что читерным способом, а таким, знаете, создать, давайте, вакуумную трубку. Я бы... Энергетический пульт. Он явно даёт возможность постройки чего-то. Он явно даёт возможность постройки чего-то. Вот. Ух ты. Я могу барьер-генератор сделать из брокен-протект барьер-генератор. Хм. Ладно. Что-нибудь, может быть, ещё появилось новенькое. Ну-ка, смотрим, смотрим, смотрим. Так, это было, это было, это было, это было, это было, 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 было. Хм. Ну, вот вакуумная трубка нам говорит, что даст какую-то возможность. В общем, смотрите. Это читерный способ. Мы переходим от первого лица и вот так вот упираемся. Упираемся в упор и, видите, мы просматриваем землю. И на данный момент я не вижу ни одной пещеры, ребят. Воу. А с этой стороны что-то у нас темно всё. Вот так вот. Посмотрите, ни одной пещеры, поистине, ни одной пещеры на моём острове нету. Это же... Как же мне не повезло, посмотрите. Реально не повезло, ни одной пещеры нету. А, так вот, сейчас, кстати, одна вещь-то, ради всего, ради чего мы это все делали. Так, забираем касочку. Одеваем касочку. Это мы лохмоть давайте разобьём и сделаем из лохмотьев бинты. А, нет, нельзя что ли? А, надо три лохмотья. Так вот. Смотрите. Так. Оп. Вот мы сейчас бежим. У нас нету, нету, нету. Видите, темно становится. Пах! Включилось освещение. Вот. И вы видите, просто огромное, огромное дальнее освещение. Просто невероятно... Невероятно крутое. Ну, вы видите, да? Так вот. Опять же, мы упираемся в упор и не видим ни одной пещеры. Реально, что ли? Ни одной пещеры. Вы видите, ни одной пещеры нету. Возможно, я думаю, может быть, она не отображается на каком-нибудь расстоянии. Давайте я побегаю по острову и ищу ещё пещерки таким образом. Ну, что ж я могу сказать, ребят. Ничего, ни одной пещеры я не нашёл. Ни одной. Поэтому придётся всё-таки нам строить корабли. Так, давайте посмотрим. У нас открылся вот вакуумная трубка. Я её создал. И давайте посмотрим, что же вакуумная трубка нам поможет. Химическая лаборатория это уже делали. Поможет сделать. К примеру, ничего я нового не вижу, по-моему. Возможно, ну, возможно, возможно, нужно что-то отдельное делать. Но, по крайней мере, на данный момент я не вижу никаких инструментов. А, возможно, у меня не хватает каких-то инструментов. Не знаю, не знаю, ребятки. Не могу ничего сказать по этому поводу. Зачем вакуумная трубка нужна? Непонятно. Осколки стекла. Но её, кстати, можно куда-нибудь положить. И будет как декор. Так, ну что ж, ребят, давайте попробуем скрафтить корабль. И вообще запустить корабль. Потому что всё-таки эта тема такая, ну, довольно-таки суровая. Так, что у нас есть вообще? По поводу корабля. Кура, корабля, корабля. Нет, да, всё правильно. У нас есть два вида корабля. Это просто кораблик и большой кораблик. Я, наверное, буду делать маленький. Потому что, ну, ну, типа, ну, куда мне. Огромный-то, да? Пока что. Первый я сделаю небольшой. Ммм, смотри, декоративный каменный блок. Какой симпатичный. Первый я сделаю небольшой. Но здесь ещё есть лодка. Вот, лодочка. Лодюшечка. Прям маленькая-маленькая. Для неё нужно 5 тканей и 20 гвоздей. Давайте я сделаю это всё и мы посмотрим, посмотрим, как это всё работает. Так, ну что ж, ребята, я могу сделать лодочку. Давайте её сделаем и посмотрим, что она из себя представляет. Вот она. Её нужно сразу размещать на воде. Так, и давайте. Оп. Вот такая вот симпатичненькая лодочка. Нет, сделала на самом деле прикольно. Давайте, я, наверное, вот здесь и буду делать, так скажем, пристань, что ли. Вся фишка в том, что назад она сдаёт вообще без проблем. Я сейчас погрузился под воду. А вот, а вот, а вот вперёд. Давайте сейчас так, оп-оп-оп-оп-оп. Разворачивается плохо. Давайте её сейчас развернём. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Против ветра сейчас, против ветра. Как видите, она не глубоководная. То есть, она здесь на мере у нас не сядет спокойно. Мы проплываем. Всё. Вот видите, флажок. Это направленность ветра. То есть, сейчас вообще ветер прям слабенький-слабенький. Но если мы... Акула. Чёрт, акула. Акула спокойно падает. Вот если мы сейчас вот так вот развернёмся, то ветер будет под парус, да, получается. И мы уже так довольно-таки прилично начинаем разгоняться. Но лодочка эта... Я даже, честно говоря, не представляю, для чего лодочка нужна. До следующего острова довольно-таки далеко будет. Но вот чисто плавать вдоль. Вдоль, наверное, вот возможно, да. Притом она, видите, разворачивается медленно. Скорость у неё тоже не очень большая. Поэтому нужно делать, наверное, всё-таки корабль. На этом мы не доплывём. Плюс на лодку нельзя не установить ни сундук, ни ещё и дополнительные вещи. А на корабль можно установить и сундуки, и печки, и кровати. Всё, что вам угодно, можно будет туда установить и переплавляться, так сказать, на другие острова. Что мы, наверное, сегодня и сделаем. Так скажем, первое плавание возможно. Кстати, вот акулы здесь самые, ну, так скажем, самое глючентое создание. Потому что они вот, ну, вот так вот творят, делают. Да, давайте я даже вот с ним сейчас подерусь. Ну, вот видите, оно вылезло на берег и всё. И, ну да, с акулы падает рыбка. Вся фишка в том, что акулы, как бы, должны биться в корабль, да, или в плод, или в лодочку и разбивать его. Ну, вот в этом, как бы, вся фишка. Но они сделаны очень немножко глючнутые. И я заметил, что вот у многих от этого бомбит, что акулы, так сказать, не очень здесь серьёзный противник. Но ранний доступ. Ну, что ж, ребят, я вроде бы всё подготовил. Ну, по крайней мере, основные части для создания, наконец-таки, корабля. Сделать мы его будем где-нибудь здесь. Ну, и посмотрим, что из этого получится. Наверное, даже вот как-нибудь вот тут вот хорошее место, да, так прям, прям хорошее место. Ну, по крайней мере, начать можно где-то здесь. Давайте начнём. Нам сначала нужна палуба. К сожалению, корабль делается именно сразу с палубы. То есть, это, как бы, основная часть, без которой не получится. Корабль, средний корабль берём. Ну, он средний вот такой вот, ребятки. Он, вообще-то, уже не маленький. Мы его можем повернуть. Я, кстати, вспомнил, что можно всё-таки поворачивать. И давайте мы где-нибудь вот здесь вот его и... Нет. Давайте более правильно, наверное, так вот развернём. Вот так вот и поставим. Собственно, вот. Он уже... Он, кстати, глубоко сидит. Он сел на мель. Ну, ладно. Это ничего страшного, я думаю. Мы немножко подроем. Как видите, вот просто обалденная штуковина. Я такое ни разу не видел в играх. Но кораблик вот готов. Что нам здесь можно? Во-первых, мы можем опустить ягод. Да, то есть, он не цепится, как бы. То есть, теперь корабль не сдвинется в любом случае с места. Теперь нам нужно что построить? Допустим, кораблю идёт носовая часть и задняя часть, да, как бы, корабля. Вот она, передняя корма и корпус корабля задний. И, смотрите, давайте попробуем сделать его. Вот, видите? Ну, он как выглядит. Допустим, мы вот так разворачиваем. И вот его, в принципе, можно вот здесь вот поставить, да? То есть, вот так вот. Ну, где-то вот здесь вот, да? То есть, там, размерчик мы ещё подбираем. Ну, и где-то вот, к примеру, тут, может быть, даже вот так вот можно поставить, да? Единственный вопрос. Я не знаю, можно ли выше. Это я буду делать, экспериментировать в отдельном видео, посвящённом исключительно кораблям в этой игре. В креативном моде. Так что, здесь я пока что, наверное, вот так вот поставлю, без всяческих наворотов. Так, первый кораблик, так скажем, он будет у меня простецким. Вот так вот, вот, отлично смотрится. Так, теперь нам спереди давайте поставим. Не знаю, асно, нужны ли эти части и вообще, может ли корабль без них плавать. Вот, честно, не знаю. Также носовая часть. Вот она, собственно говоря, да? То есть, давайте вот, вот где-то вот так вот она должна стоять. Оп. Видите, да? Отличненько, прям хорошо встал, по-моему. Так, и теперь остаются вообще простейшие вещи. Это паруса и руль. И здесь в этой игре все зависит, скорость корабля зависит от, конечно, от попутного ветра и от количества парусов. И вот это количество парусов, я так понимаю, оно безграничное. То есть, вы можете их ставить прям вот реально, ну, сколько, сколько у вас вот хватит сил, так скажем, поставить этих парусов. Вот столько и будет парусов. При этом, при всем, я так понимаю, что здесь можно делать надстройки. То есть, на вашем корабле можно ставить всяческие, ну, вот в данном случае, видите, кровать стоит. Тут началась ночь, и я решил поспать. Также можно устроить всяческие из блоков, допустим, какие-то перилы или еще что-то. То есть, какие-то ограждения. Или просто именно ставить перилы. То есть, на ваш взгляд, кстати, я вижу, что здесь несимметрично находится. Эти лесенки, да? То есть, воображение вообще может быть безграничное. Я так понимаю, что здесь даже можно домик или что-то типа такого построить вполне. И, как бы, пытаться на нем плавать. Даже и заборчики можно построить, наверное, если получится. Хотя, получится, наверное, поставить как-то красиво, да? Так что это прям безграничная какая-то фантазия постройки корабля. Я не знаю, конечно, пределы, возможности. Вот, допустим, можно ли, к примеру, вот так вот? Да, можно, смотрите. То есть, можно такие надстройки... Ууу, блин, это это... Я прям... Сейчас, я видел, по-моему... Так, стоп. Да я хочу... А, вот так вот. Все, понял. Я просто акулу видел и что-то испугался. То есть, здесь, в принципе, можно, наверное, прям даже какие-то больницы строить. И как-то укреплять свой корабль. Ну, ладно. Нам, на самом деле, в данный момент... Я не хочу что-то прям так сильно наворачивать. У нас... Нам нужны паруса. Нам нужны паруса. Мне хватит как раз-таки на... Да, мне хватит, короче, на два больших паруса. Я попытаюсь сейчас одну вещь сделать. Счетырить я попытаюсь... Или, смотрите. Мы можем поставить так парус. И потом еще так поставить парус. То есть... Друг за дружкой, допустим, вот где им здесь парус поставить, да? Вот как он? По центру? Как думаете, по центру? По-моему, по центру. Вот так вот парус. Оп. Теперь нам еще нужно один... Так, ну-ка, парус. Но мы его, наверное, не сможем построить, потому что набор для шитья нужен. И огромное бревно. Огромное бревно у нас не проблема. Четыре штуки. Раз, два, три, четыре. И набор для шитья. Вот это вот набор... Набор для шитья. Вот здесь вот любая игла. Можно сделать из дерева. Оп. Теперь набор. Ой. Так. Есть, отлично. И теперь у нас получится, собственно, парус. Должен, должен, по крайней мере, получиться. Оп. Оп. Так. И ставим... Правильно же, да? И ставим еще один. То есть, видите, можно прям вот друг за дружкой. Но мы давайте как-нибудь вот где-нибудь вот здесь поставим парус. Вот так вот. То есть у нас... Блин, вот этот вот... А-а-а, как его подобрать? Нет, я хочу его... Фу, я его забрал. Я его неправильно поставил. Пока время идет, вы его можете разбить рукой. Просто разбить рукой и вернуть тем самым материалы. Так. Вот так вот где-нибудь, наверное, да? Ну, вот так вот давайте. Оп. Есть уже два паруса. И здесь я, наверное, либо третий хочу поставить, либо есть еще маленький парус. То есть, есть... Вот я сейчас ставлю самый большой. Так. А есть еще вот... Вот такое вот парусное мачто. То есть, небольшой парус. Его можно уже день без спереди здесь поставить. Я думаю, так, наверное, и поступлю. Хе-хей! Ребятки, вот так вот выглядит наш кораблик уже. Я уже поставил третий парус. Довольно-таки внушительно выглядит. Конечно, пустая палуба. Но в этом ничего страшного нет. Остается нам только что. Нам остается только поставить руль. Единственное, что... Руль я, наверное, вот здесь где-нибудь поставлю, чтобы как бы боком видеть, что происходит. Если что, мы его переставим. Так. Руль же, да? Руль, по-моему, да? Все-таки. Нет, не руль. А как же он тогда? Штурвал, наверное. Вот так вот. Штурвал. Да, вот он. Здесь веревка, но это... Веревка, это не проблема. Раз, два. Так, штурвал. Штурвал. Оп. Ставим его. Ну, давайте его, конечно же, развернем более правильно. Оп. По-хорошему здесь нужно еще поставить... Поставить еще парочку сундуков, да? Чтобы отправляться в другое... На другой остров. Потому что я все-таки собираюсь же... Преодолеть, да? Какое-то пространство. Поэтому... Так, акула. Поэтому нужно быть аккуратным. Сундук надо поставить. Надо еще поставить обязательно... Какие-то печки стандартные, да? И еще какие-то такие вот вещи. Поэтому здесь нужно будет, конечно, поработать. Но сегодня мы давайте его запустим. Этот корабль. Посмотрим, как он плавает. Единственное, только я подкопаю, чтобы... Он смог проплыть. Так, ребятки. Все. Я подрыл. Подрыл так хорошенечко. То есть, посмотрите. Вот так вот. Прорыл прям. Ну что ж, давайте вступим на наш корабль. К сожалению, его назвать нельзя. А, единственное, наверное... Знаете, что еще можно сделать? Единственное, что еще можно сделать, это сделать флаг. Точнее, флаг направления... Направления ветра. Или как-то так он называется. То есть, можно обычный сделать флаг, да? Направления нет. Вет... 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 Блин, вот... А, вот он, вот он. Вот. Ну, нужна палочка. Вот, ребят, я схвастил такой вот флаг. Вот, видите, он стоит. И он мне показывает направление ветра. Понятно, что вот сейчас он дует туда, против... Против, так скажем, наших парусов. Ну что ж, поднимаем якорь. Первое плавание. Опускаем паруса. И... Так, мы шустренько. Это, кстати, не максимум. Мы сейчас скорости, мы... Поворачиваем. Максимум выдаем. Давайте. Оп-оп-оп-оп. Ой, как ж... Очень неплохо. Очень неплохо. Ребят, и здесь... Вот. Что бы кто бы ни говорил, но вот этот момент меня просто поразил. То есть, представляете, здесь можно плавать на кораблях. То есть, мы видим вот сейчас вот... Вот сейчас мы по ветру идем. Прям по ветру и скорость довольно-таки приличная. Очень приличная. Прям, я бы сказал, вообще офигенная. Шикарно. Шикарно. Вот так вот мы и отправимся на поиски новых островов, новых земель, новых ресурсов. Так же я обязательно еще настрою на этот корабль за кадром. Ух, клево. За кадром построю всяческие, ну, стандартные печки, типа, для того, чтобы еду приготовить. Да, там несколько сундуков поставим, потому что я все-таки хочу на нем путешествовать. И, так сказать, отправиться в плавание. И найти Асеру, наконец-таки, и Селитру на других островах. В общем, приключения нас ждут. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующей серии мы уже отправимся в путешествие. Так что, до скорых встреч, удачи и пока.